Отыграли подымным оврагом И помятые, потные, дружно зеленя потянулись за ней В недальнем Подмосковье, в междуречье Пахры и Десны Стоит окруженный разросшимся садом дом В котором жил последние годы и умер Александр Трифонович Твардовский Здесь, по окрестным лесам, раскинувшимся по обе стороны старой Калужской дороги По влажным оврагам, на лужке у берега Пахры Шагал он большой, плечистый, чуть сутулись Медвежье что-то было в его фигуре Он слегка опирался на вырезанную им самим палку Твердо ступал широкими ступнями И вспоминал другие края и себя маленьким Все как тогда И колокольня вдали обозначает даль А крест лежащую раздольно И только нету сумки школьной Да мне сапог почти не жаль Не то что прежних, береженных Уже чиненных не впервой Моих заветных сапожонок Водой губимых снеговой У меня было счастье, которым я обязан поделиться Я знал Твардовского Для всякого, кто его знал Это была огромная удача Подарок судьбы И вот когда его не стало Я стал задумываться Где найти теперь его Как его воскресить перед собой Ну готовый ответ Читайте его книги Действительно, великий Теркин Замечательная поэма За далью даль Лирика, удивительная Чистотой тона И искренностью своей Согласен, так Но все-таки не полно Все-таки не до конца И потому не до конца Что всякому, кто знал Твардовского человека Кто привык радоваться ему Удивляться Гордиться им С ним горевать Этого все-таки мало А что же тогда расскажет о нем? Ну вот Стопка книжек Подаренных им Мне в разное время Ручечка Небольшая ручка Такая непритязательная Он привез ее из Италии В подарок Всем привозил подарки На заре производства Шариковых ручек Казалось Такой редкостью А вот Толстая тетрадь Общая тетрадь Говорил он Всегда пишите В толстых тетрадях Давно уж и списано мной Забытая В последний его приход сюда Пачка Начатая Сигарета Ароматная Только он курил От отвратительной сорт Я думал Зайдет А я выну ее из стола Но он заболел А на сигареты эти Так и не нашлось охотников Но разве Такие мелочи Много скажут О человеке Я Перечитываю его стихи И вижу Как память его Летит к смоленским дорогам К детству К родному дому Вот он задумался Глядя в окно дома На Котельнической Городского высотного дома В котором жил Многие годы Полночь Мое городское окно Входит с ночными дарами Позднее небо Полным-полно Скученных звезд Мирами Мне еще в детстве Бывало В ночном Где-нибудь В дедовском поле Скопище эти Холодным огнем Точно бы В теме кололи Сладкой бессонницей Юность мою Звездное небо Томило Где бы я ни был Казалось Стою В центре Вселенского мира А вот В утренний час Особенно им любимый Ясный Свежий утренний час Он вышел Из подъезда Московского дома И засмотрелся На ровно Подрезанную траву Газон С утра Из-под машинки И на лощеной Мостовой Светло-зеленые Травинки Уже отдали Запах свой И вот уже Тот запах Ростный Колесным ветром Унесен Едва Свои Былые Весны Земля Припомнила Сквозь сон Когда на месте Этих зданий Лесная Глушия Была Был Сенокосный Угол Дальний Куда Извона Наковальни Не доносилось Из села И я Я иду По его следу Ко временам Его юности Молодости Войны Тем далеким Уже дням Когда я не знал Его Иду к людям Которые Его тогда Знали И прежде всего К порогу Отчего дома Да цел ли он Этот дом Когда-то Отец Трифон Гордеевич Прикопив Деньги Кузнечным Ремеслом Купил Участок Пустоши Заросший Муровой И кустами На месте Срубленного Казенного Леса Завел Хозяйство Поставил Дом Кругом Обстраивались Соседи Но годы И войны Смыли Все это Без следа Где На каком Взгорке У какого Островка Леса Стоял Прежде Дом Отца И его Кузница Мало Уже Кто С достоверностью Помнит Об этом Может Нам Рассказать Провожает Меня К этому Месту Ефросиня Лазвина Иванова Которая Хорошо Помнит Где Стоял Дом В Загорье Помнит Она И всю Семью Твардовских Вот Здесь Вот Зеленое Это Дом Стоял Тут Во кузня У низиночки Так Трошку Дали Ну Озеро Озеро Поместал Большак Большак Небольшой Прудик Был Так Да Триосиночки Стоял Ну Вы Что Ж Всех Твардовских Знали А Господи Ну Что Смейте Да И Помните И отца И матушку Нет Матни Вот Что-то Матни Почему Потому что Мы Серпы Ходили Зубить Клям Котцов А вот Мать Нет Вот Что Нет А Александр Трифонович С малолетства Помните А Как же Ну Что Ну Что Ну Это Мы Пастим Вместе У Дяди Мои Был Зеленый Трог Прибегался Столб И И Играемся Целый День И Заночил Своих Дядю И Их же Шесть Штук Было Вот Все Говорил На Отца Лазарь Иванович Вот Уже Перед Войной Приезжая На Родину Твардовский С трудом Узнавал Приметы Родных Мест Я Смотрю Вспоминаю Близ Родного Угла Где Тут Что Где Какая В поле Стежка Была Где Дорожка А Ныне Тут На Каждой Версте И Дороги И И Приметы Не Те Что Земли Перерыто Что Лесов Полегло Что Границ Позабыто Что Воды Утекло Может быть Хоть и Правильнее Быть Здесь Музею Но Есть Своя Поэзия В том Что Нет Тут Пока Музейного Святилища Дома Двора Которому Поклониться Но Вся Эта Земля Весь Этот Воздух Родина Твардовского У Большинства Людей Объяснял Твардовский Чувство Родины В обширном Смысле Родной Страны Отчизны Дополняется Еще Чувством Родины Малой Первоначальной Родины В смысле Родных Родных Мест Отчих Краев Города Или Деревушки И что Что ж Такого Что с годами Я к той поре Глухим не стал И все Взыскательнее Память К началу Всех Моих Начал Я счастлив тем Что я оттуда Из той зимы Из той избы И счастлив тем Что я не чудо Особой Избранной Судьбы Косить его Учил Еще дед Гордей Васильевич Отставной Николаевский Солдат Бомбардир Наводчик Он прожил 104 года Вот жаль Фотография Его не сохранилась Твардовский Рассказывал Что отбить Косу Дед Гордей Умел Как никто А эта работа Только кажется Легкой К нему Из дальних Исп Со всей Деревни Вдовицы Ходили Когда Дед Гордей Занимался Этой работой То дорожил Тем Чтобы коса У него была Острее Бритва А главное Что полотну Косы Сообщался Еле заметный Наклон При котором Она на покосе Как бы шла Сама Когда он Кончал работу Он вставал С завалинки Брал косовище И кричал Вдоль Жала Косы Коса И она должна Была ему Ответить А Голос косы Можно услышать В строфах Поэмы Дому дороги И косу Вытерши Травой На остановке Краткой Он точно Голос Слушал свой Когда звенел Лопаткой Коси коса Пока роса Роса долой И мы Домой А тут Рядом с бывшим Загорьем Вышел сейчас Покосить с сыном Андрей Сергеевич Кузьмитский Родом он Из этих мест Природный Я Объясняет он Кузьмитский Всего на год Моложе Александра Трифоновича Хорошо помнит Братьев Твардовских Помнит Как вместе В школу Бегали В Ляхово На хуторском Глухом Подворье В тени Обкуренных Берез Стояла Кузница В Загорье И я При ней С рожденью Роз Кузница Что вы видите Одна из последних В Смоленском краю Старых кузин Такая же Точно стояла Когда-то Рядом с домом Трифон Гордеевича Мы с трудом Отыскали ее В деревне Жанвиль На самой границе С Белоруссией У наковальни Здесь Старый кузнец Дмитрий Андреевич Балабеев Почти ровесник Альсан Трифоновича С подручным Своим Молотобойцем Твардовский Рассказывал Что по кузнице Главным помощником Отцу Был Старший его брат Константин Ковали топоры Лемеха Утверждал Твардовский Что отец Мог даже сковать Вместо Литой чугунной Шестерни Кованную Железную А это для деревенского Кузнеца Уже Немалое мастерство А топор должен был Быть такой Чтобы перерубать С маху Довольно толстые гвозди Ну я-то говорил Твардовский в основном Должен был поддувать Или всякое другое Там вспомогательное Дело Бывало отец Тюкает Молотком Как бы ленивы И в ритм Тюк-тюк-тюк Потом говорит Держи Александр Трифонович С той поры Как парнишкой 13-летним Твардовский Убежал из дому Отец Звал его Александр Трифонович А тот отца Трифон Гордеевич Так вот Держи Говорит Александр Трифонович Ну Твардовский говорит Я умел Загибать Железо Но вот Сваривать Не умел Это самая трудная Часть работы А отец Тем временем Распалялся И бил по наковальне Все сильнее И сильнее Быстрее И уже не в ритм И так До счастливого Изнеможения И этот голос На ковальне До скрип мехов До шум огня С далекой Той поры Печальной В ушах Не молкнет У меня Помню Как друживший С Твардовским И очень верный И точно разбиравший Его поэмы Маршак Задиристо Спрашивал Вот все твердят Деревня Земля А вы заметили Какая огромная Наследственная Культура За Твардовским Какой пласт Народной культуры Трудовой Речевой Песенной Нужен Чтобы на нем Поднялась Страна Муравия А потом Василий Теркин И не только Навык Обычай Обряд Но и просто Традиции Деревенского Уважительного Разговора Добрый юмор Сказки И бывальщины Что слышались На пороге И той же Кузницы На малой Той частице Света Была она Для всех Вокруг Тогдашним Клубом И газетой И академией Наук Потеряла я Колечко Потеряла я Любовь А поэтому По колечку Буду плакать Всем Кто знал Твардовского Памятно Как замечательно И совсем По-особому Пел он В дружеском Кругу Песни Своей Родины Текст 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 их Восхищал Его Ничего Лишнего Говорил он Мне Затертого Посмотрите Все Поэзия Это вершина Мировой Лирики Говорил он Об одной Песне Простите Если я не то Скажу Но это Как Петрарка Ефросинья Михайловна Худалеева Знала Твардовского С детства Да и Твардовский Знал ее Хорошо Помнил Голубоглазой Темнопровой Девушкой И замечательно Описал В очерке В родных Местах Встречу С ней В первый Послевоенный Год Тогда ее Муж Михаил Мартынович Пришедший С войны Инвалидом Ставил Вместе С женой Новую Избу Окупанты Расстреляли Их дочь Женю И сдержанный Скорбно Рассказывая О горе Этой семье Твардовский Угадывал В трагически Погибшей Жене Материнский Характер Крепкий Порывистый И добрый А ведь Песни эти Вот и пелись Как раз В Загорье В Сельце Наверное Да В те времена Ну это Это старинно Это В те времена Когда я была Очень небольшой Девчонкой Вот когда Это пели Ну вот Вы-то ведь знали Твардовских И Александр Ивановича Наверное Ну как же Ну что вы говорите Они же родственники Во-первых И приезжали к нам Гостить даже Ну помню Как он распевал У нас Ну что это Это я хорошо Много пели В Смоленщине Много Ну так еще Может что вспомнить Ой да Перевозчик Водогребщик Парень молодой Парень молодой Перевези Ниоткуда Слезы Не до тех Девичьих Слез Как иные Перевозы В жизни Видеть Привелось От Житое Пережито А с кого Какой же Спрос Да уже Неподалеку И последний Перевоз Перевозчик Водогребщик Старичок Седой Перевези Меня На ту сторону Сторону Домой В детстве И юности У Твардовского Была не только деревня Был город Город Смоленск Вспоминал Двардовский Был у нас Городом За все города С детства Помню У нас не говорили Смоленск А говорили Город Поехал В город Живет В городе Навсегда Запомнил он Свою первую Поездку Из Загорья В город С отцом Поездку Казавшуюся Долгим путешествием И сколько раз Еще Он возвращался Сюда К этим местам Ставшим Вторым Его домом Очень трудно Передать То волнение Писал Твардовский С каким человек Приближается К городу В котором он Жил Учился Начинал думать О жизни Широко И смело И смело Как думается О жизни В юности Часы Знаменитые Смоленские Часы На углу Советской И Пушкинской Главного Перекрестка Города Пункт По которому Определялись Все направления И расстояния В городе От часов Пройдя Часы Не доходя До часов Громада Собора Красно-коричневая Старая Стена Шедшая Уступами Над Днепром Стена Пережившая Поляков Французов И недавнее Немецкое Нашествие Неподалеку от часов Шла улица Начисто выгоревшая Во время войны Но с которой У Твардовского Было связано Одно Очень яркое Воспоминание Детства Сидя Парнишкой На вазу С картошкой И ожидая Отлучившегося Куда-то По делу Отца Он с вожжами В руках Механически Читал И перечитывал Вывески И вдруг Увидел Одну Шедшую Душкой Над какой-то Дверью Клуб Поэтов Мальчиком Я писал Стихи Вспоминал Твардовский И зная Что все Известные Мне поэты Давно Умер Чувствовал себя В этом смысле Одиноким На свете Среди поэтов Которых он Привык чтить С детства И на всю жизнь Были Пушкин И конечно Некрасов Когда-то Отец Привез Из города Купленную Или вымененную Им На Смоленском Базаре Книгу Некрасова Книга Была Роскошная С золотыми Буквами Твардовский Твардовский И на всюду Семья Книга 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 которая тоже была очень дорога Твардовскому. Это английские поэты в книге, составленной Николаем Гербелем. С нею связано у меня тоже одно такое воспоминание, рассказ один Александра Трифоновича. Он говорил, что Маршак страшно удивлялся, когда, прочитав его первую поэму «Страна муравей», и нашел в некоторых ее местах ритмы английской баллады. Ну как это так, говорил Маршак, вроде я еще не переводил англичан, а у Твардовского звучат ритмы английской баллады. Александр Трифонович посмеивался и говорил, так ведь я читал английскую народную балладу еще в сборнике Гербеля. Вот эти две книги и до сих пор хранятся как самая большая драгоценность библиотеки Твардовского. Стало, пожалуй, уж общим местом мысль, что книги, которые человек читает, это зеркало его духовной работы. Твардовского узко и бедно было бы объяснять, сидя только по следам его пастушеского детства или селькоровской юности. Это был человек с ненасытной страстью к чтению, человек, воспитывавший сам себя и поднявший себя на огромные высоты культуры. В то время, как я его знал, это был, пожалуй, один из самых образованных людей его времени. Среди книг, о которых он любил говорить, своих любимых книг, он числил не только Льва Толстого и Герцена, но Томаса Манна и американца Торо. Он блистательно знал поэзию, но не только Пушкина или Некрасова. Он знал отлично и цитировал наизусть Блока, Цветаеву, Ходосевича. В понятиях своих о поэзии он был неколебим, но это не значит, что он исходил не из требований просвещенного вкуса. Он учился в Смоленском педагогическом институте. Вот оно, бывшее здание епархиального училища в Смоленске. А завершал свое образование в знаменитом перед войной Московском институте философии, истории и литературы, ИФЛИ. В ИФЛИ рассказывали, и Александр Трифович этого не отрицал, что однажды на экзамене по советской литературе ему пришлось положить билет и просить другой. Студент Твардовский вытащил вопрос о поэме Твардовского «Страна муравья». Вот он сидит среди преподавателей студентов ИФЛИ. Но все это было в те, казавшиеся потом бесконечно далекими годы, в то время, которое называлось «до войны». Твардовского всегда занимало, волновало, где, кто и как встретил 22 июня 41-го года. Чем были заняты разные люди в это утро? Как узнали о происшедшем? Сразу ли сознали, что случилось? И я расспрашиваю его односельчайные знакомца, как встретила за горье войну. Обычно косите в июне? В июне, да. В начале где-нибудь? С 15 июня начинается. С духа. А дух уже прошло, черт, я знаю, когда. Ну, да. Вот у него в поэме «Дом у дороги» вот просто, так сказать, и описан день даже, день 22 июня 41-го года. Ну, ну. Ну, как раз косит, косит человек. А тут война. Тут война. Я же сам пошел на первый день войны. А как узнали о войне-то? А так услыхал. Работаю на этом, на Большаку. Елья-Смоленск. Так. Да. И кто-то приехал, сказал, что, ну, война. У всех женщин, мужики плачут горькими слезами. Война. Да. Ну, а на завтра мне пошел. С братом в районкомат пошли. Я на Смоленск, а он на Рослов. Домой ждала тебя жена, когда с нещадной силой, старинным голосом война по всей стране завыла. И, опершись на косье, босой, простоволосый, ты постоял и понял все. И не дошел прокоса. Не докосил хозяин лук. В поход записался. А в том саду все тот же звук, как будто раздавался. Коси коса, пока роса. Роса долой, и мы домой. Сам Твардовский встретил войну в подмосковной деревне Грязи, где, запасшись тетрадками, собирался провести мирное лето с семьей. К вечеру 22 июня он уже был в Москве и собирался на фронт. В июле 41-го шли бои за его родной Смоленск. А Твардовский был в частях сражавшихся на Украине. От самой черты пограничной сражений грохочущий вал. Там детство и юность вторично я в жизни моей потерял. Таким он был в первые месяцы войны где-то под Каневом. Он помнил белую пыль на дорогах отступления, горящую Украину. Сам едва спасся на машине полкового комиссара из кольца немецкого окружения. Его домом, фронтовым домом, надолго стала кочевая редакция армейской газеты. Сначала газета «Красная армия» Юго-Западного фронта, потом «Красноармейской правды». Здесь в сорок втором году стала окончательно складываться поэма о Василии Теркине. На войне под кровлей шаткой, по дорогам, где пришлось, без отлучки от колес, в дождь укрывшись плащ-палаткой или зубами сняв перчатку на ветру в лютой мороз, заносил в свою тетрадку строки, жившие в разброс. Я мечтал о сущем чуде, чтобы от выдумки моей на войне живущим людям было, может быть, теплей. Художник Арест Верейский был одним из тех людей, с которыми свела Твардовского война. Я очень хорошо помню его, каким он пришел в редакцию. Большой, с широкоплечий, прекрасно носивший военную форму, узкоперепоясанные талии, широкоплечий, светлые волосы, пристальные очень глаза, пристальный и суровый несколько взгляд, несмотря на какую-то некоторую женственность, мягкость, щек и очертания губ. Особое впечатление произвела на меня, как и на всех присутствующих тогда читка первых глав Теркина, с которыми он приехал, пришел к нам в редакцию. Мы собрались тогда в замаскированном, темном, от маскировки в вагоне редакции, сидели кто на чем, на полу, на диванчиках, набился вагон и корреспондентами, и солдатами нашего гарнизона, и он читал главы. Читал он великолепно. Это было просто, не было никакой аффектации артистической, не было привычного для поэтов, читающих свои стихи завываний, никакой жестикуляции почти. И вместе с тем эта простота слов заходила, брала за душу. Слов простых, единственных, казалось бы, нужных в этом месте, точных совершенно. «Если я думал о возможной успешной судьбе моей книги, работая над ней, — говорил Твардовский, — то я часто представлял себе ее изданной в матерчатом мягком переплете, как издаются боевые уставы, и что она будет у солдата храниться за голенищем, за пазухой, в шапке. А в смысле построения я мечтал о том, чтобы ее можно было читать с любой открытой страницы». Сам Теркин с его стойкостью и лукавым юмором по воле поэта смоленский житель, его земляк. И не зря другой урожень с тех же мест, скульптор Каненков, мечтал в последние годы создать скульптуру Теркина, в котором бы проступали черты Твардовского. «Он земляк мой, и, быть может, хоть немало не поэт, все же как-нибудь похоже размышлял, а нет, ну нет». Случилось так, что в 43-м году Твардовский оказался в частях той армии, которая освобождала Смоленск. «Генерал, кажется, фамилия его была Сухомлин», вспоминал Александр Иванович. «Дай бог ему здоровья, может, теперь копается где-нибудь у себя на дачке», — говорил он. «Предложил машину с водителем. По Рословскому шоссе медленно-медленно поехали, ни впереди, ни сзади, ни одной машины. Никто не мог бы поручиться, что дорога разминирована по всей ширине полотна, и шофер вел машину в рубчатый след проехавшего ранее грузовика, готовый резко затормозить в любую секунду. Вот там, на пустынном этом шоссе, еще издали увидел Твардовский, пылающий Смоленск. А вот и за горье многих знакомых и близких недосчитал сон. Обступили его, рассказывают. Перед уходом оккупанты стали жечь хаты. В одной из них взорвались патроны. Это была улика связей деревни с партизанами. Всех жителей согнали в одну избу, и по десять человек стали выводить на расстрел. Мало кто уцелел. В распахнутой шинели стоял он, склонив голову, в свои тридцать три года, у головок дерева на месте бывшего отцовского двора. «Мать-земля моя родная, вся Смоленская родня, ты прости, за что не знаю, только ты прости меня». Арест Герчев, как встретил Твардовский день 9 мая 45-го года? Помню его фигуру высокую среди ликующей толпы, среди солдат. Когда стемнело, возник стихийный салют. Все стреляли, стреляли из всех видов оружия, стреляли трассирующими пулями, небо было пересечено разноцветными трассами. И, конечно, Твардовский принял в этом участие. Выскочил на крыльцо, вынул свой наган и выпустил в это светлое небо все семь патронов из барабана своего револьвера. Но потом он оставил друзей, не желавших угомоняться, несмотря на поздний час, ушел к себе в такую маленькую мизонимную пристроечку в маленьком восточно-прусском домике. Закрылся там. Кончилась война, и для поэта кончалась, должна была закончиться поэма, книга о бойце, поэма Василия Теркина. И в эту ночь писалась последняя глава. В тот день, когда окончилась война, и все стволы палили в счет салюта, в тот час на торжестве была одна особая для наших душ минута. В конце пути, в далекой стране, под гром пальбы, прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как смертные прощаются живые. Внушала нам стволов ревущих сталь, что нам уже не числится в потерях, и, кроясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный товарищами берег. Тот, кто не услышит в Твардовском эту ноту совестливой памяти, не поймет, быть может, главного в нем. В то время как иные лишь радовались воздуху победы и торжествовали возвращение солдат с войны. Ордена, награды, салюты — все это гремит ли таврами в поэзии того времени, Твардовский оставался верен жестокой памяти. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. А сколько мужиков в деревне было? 125 мужиков. А вернулось сколько? А вернулось совсем человек 6-7. В 46-м году были написаны эти поразительные строки. Я убит под Оржевом, в безымянном болоте, в третьем взводе, на левом, при последнем налете. Слова, как будто бы не за солдата 42-го года сказанные, а им самим, его черными спекшимися губами. И спустя 3 года, и 10 лет, и 20 лет после войны все та же у поэта памяти. Все то же ощущение, как бы себя в них, а их в себе. 20 с лишним лет прошло, когда здесь, в доме на Красной Пахре, складывались эти строки. Я знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же, все же, все же. Твардовский поэт великий. А значит, это, что он родился с какой-то огромной задачей в душе. И он рано с детства понял поэзию леса и поля, крестьянского двора и труда. А этого всего было ему мало. Ему хотелось как бы создать свою поэтическую вселенную, в которую вошла бы вся народная душа в современном ее бытии. И вот, как скажет он в поэме «За далью даль», жизнь помогла ему, потому что добром своим не обделила, не обошла тридцатым годом, и сорок первым, и иным. И столько в сердце поместила, что диву даться до поры, какие жесткие под силу ему ознобы и жары. Я хорошо помню то время, когда Александр Трифович говорил, поеду снова по своей магистрали, надо дать толчок далям. Это был еще один его дом, дом на колесах. И страна плыла за окнами. Своё прошлое и история со всем, что было в ней великого и малого, святого и темного, откликалась ему по пути. Тут, в этом движении в зауральские земли, отозвались, быть может, еще давние переселенческие мечтания отца, Трифона Гордеича, но и свой государственный исторический ум, которому русская литература училась у Пушкина. В 59-м году Твардовский сам прочел главы этой поэмы на телевидении. Ты помнишь, я свой план невинный представил с первого столбца? Прочти хотя бы до половины, а вот прочтешь и до конца. Прочел по совести. И что же, ты книгу медленно закрыл, вздохнул, задумался, похоже. Ну вот, а что я говорил? Прости, что шутка на поминниках, да всерьез не передать. Как нелегко и эту ныне, мне покидать свою тетрадь. И распростившись с этой далью, что подружила нас в пути, по счастью, к новому свиданию уже готовлюсь я учти, конца пути мы вместе ждали, но прохлаждаться не досуг. И так прощай, до новой дали, до скорой встречи, старый друг. Только теперь понимаешь, как непростительно мало снимали Твардовского при жизни. Вся к задним умам крепкая. Вот думаешь порой, что если бы самому посмотреть, да людям показать, как Твардовский работает, гуляет, ходит по саду, в доме у себя работает, в редакции. Казалось бы, съемочная техника уж вполне до этого доросла. Во времена Пушкина, как известно, не существовало фотографий. Некрасова снимали уже на так называемый догеротип, неподвижную пластинку. А тут вот, ну что сказать, наверное, и сам Твардовский был в этом повинен. Потому что с большой неохотой приступал он всегда ко всяким попыткам запечатления себя. Ну, интервью даже не любил давать газетным интервьюерам. И не любил позировать художникам. И его так и не уговорил хотя бы на несколько сеансов каненков, который хотел делать его скульптурный портрет. Был на моей памяти, правда, такой случай, что один режиссер-кинодокументалист захотел снять небольшой документальный фильм о Твардовском. Но препятствия с двух сторон сразу встретились. Студия пленки не давала. А сам Александр Тривич более чем прохладно отнесся к этой затее. И вот то, что сохранилось, это небольшие фрагменты, большую частью снятые по случаю на юбилеях, чествованиях, съездах, заседаниях, хроникерами новостей дня. Почти все они вошли в наш фильм. Вот Твардовский идет, по-видимому, на утреннее заседание кремлевским двором. Идет неторопливо, в походке и фигуре его несуетливое достоинство. Покуривает на ходу, временами обращаясь к собеседнику. А вот, вероятно, в кулуарах писательского съезда говорит с Ильей Оренбургом. Обратите внимание, как он слушает Оренбурга. Спокойно, заинтересованно, может быть, чуть недоверчиво. Слушает и думает одновременно. А тут он за круглым столом в перерыве между заседаниями. Здесь же Константин Федин, писатель Георгий Гуля. Идет довольно непринужденный разговор. Кто-то бросил реплику, и Твардовский рассмеялся. Но сейчас мы увидим, как в ответ он сам скажет что-то, от чего его собеседники откинутся хохоча на своих стульях. А здесь он сидит в президиуме какого-то писательского собрания. И речь очередного оратора явно не слишком его увлекает. Рядом Самуэл Яковлевич Маршак, тоже не проявляющий заметных признаков энтузиазма. Сейчас Твардовский тронет его за плечо, и с невозмутимым лицом что-то смешное скажет. И вот Маршак ожил, рассмеялся, что вызвало несколько настороженный интерес Николая Семеновича Тихонова, сидящего за его спиной. В день, когда Твардовскому исполнилось 50 лет, были сняты эти кадры. Очень хорошо помню этот кабинет главного редактора в старом здании Нового Мира. Твардовский несколько смущен здесь. Сотрудники редакции поздравляют Александра Трифоновича с его юбилеем. 21 июня на календаре. Да, это день его рождения. В будничные дни он всегда садится за этот стол и первым делом разбирает почту. А сегодня тут гора поздравительных писем и телеграмм. Значение своей работы в журнале он понимал серьезно, как общенародное дело, и приравнивал к своей поэтической задаче. Сколько этих голубеньких книжек подписал он в печать за 16 лет своего редакторства. А ведь каждую из них он прежде, по его выражению, выненчил. То есть читал рукопись и ставил в углу на первой странице свои инициалы. АТ значило прочитал, и не возражаю, можно печатать. Потом читал верстку, и так до сигнального экземпляра. О журнале много спорили. Но, несомненно, он аккумулировал токи времени, общественные и литературные страсти. Он собирал вокруг себя крупных писателей, молодого и старшего поколения, и выдвигал литературу, которая, по понятиям Твардовского, правдиво выражала общенародную жизнь. Работы художника не видно. Нагляден результат. Все мы видели, знали, как Твардовский ходит, ест, покуривает, занимается редакционными делами, разговаривает с начинающими авторами. Никто не знал, как он пишет стихи. Как среди этой ординарной жизни, с житейскими мелочами, заседаниями в Союзе Писателей, редакционной суетой, рождается слово небудничной правды. Лирика высочайшей пробы. На дне моей жизни, на самом донышке, захочется мне посидеть на солнышке, на теплом пенушке. И чтобы листва красовалась, палая, в наклонных лучах недалекого вечера. И пусть она так, что морока немалая твой век целиком, да об этом уж нечего. Я думу свою, без помехи подслушаю, черту подведу стариковскую палочкой. Нет, все-таки нет ничего, что по случаю я здесь побывал и отметился галочкой. Эта музыка, отшумевшей, оставшейся за плечами жизни, вырастала для Твардовского в огромную тему памяти. Связи во времени, людей, истории, даже безгласной природы. Сейчас вспомнилось. Идем мы как-то с Твардовским тихими сумерками по аллее Тверского бульвара. И вдруг он останавливается и говорит, показывая на темной тени лип. Взгляните-ка на эти деревья, ведь они еще Пушкина помнят. Наверное, Гоголь здесь бывал. Я подхватил этот разговор, стал вспоминать, кто еще из великих наших мог ходить под кронами этих деревьев. Нет, вы меня не поняли, перебил вдруг он меня. Я ведь не об этом. Я думаю о деревьях незнаменитых, никем не воспетых, где-нибудь на околице деревушки, на лесном бугорке. Я вспомнил этот разговор, когда немного спустя Твардовский прочитал нам в редакции свое новое стихотворение «Береза». На выезде с Кремлевского двора, за выступом над вратной башней с паской, сорочей черно-белой раскраской, рябеет вдруг прогиб ее ствола. Ее не видно на пути к царь-пушке за краем притемненного угла. Простецкая, точь-в-точь с лесной опушки, соколица забвенной деревушки, с кладбищенского сельского бугра. А выросла в столице ненароком, чтоб возле самой башни мировой ее курантов слушать мерный бой и города, державный рокот, вновь зеленеть и вновь терять свой лист, и красоваться в серебре морозном, и на ветвях качать потомство птиц, что здесь кружились при Иване Грозном. И в кольцах лет вести немой отчет всему, что пронесется, протечет на выезде, где в памятные годы простые не ходили пешеходы, где только по звонку, блюдя черед, машины вниз, на площадь, на народ, ныряли под ступенчатые своды и снизу вырывались из ворот. Если мы глядим на природу, то и природа глядит на нас, всему есть свой свидетель, и ничто не канет в бездну, все всплывет, угадается, запомнится. Это цепь постоянных мыслей Твардовского о том, что всему достойному должен найтись свой певец, и в особенности незнаменитому, незаметному. В этом демократизм поэта, народная справедливость сердца. Чем старше становился он, тем требовательнее относился и к себе, отвергая всяческие соблазны, в том числе и соблазн с молоду поспевавшей за ним славы. Стой, говорю, всему помеха то, что к перу садясь за стол, ты страсти мелочной успеха на этот раз не поборол. Прочь этот страх, расчет порочный, не надо платы никакой, ни той посмертной, ни построчной, а только б сладить со строкой, а только б некий луч словесный узреть, незримый никому, извлечь его из тьмы безвестной и удивиться самому, и вздрогнуть, веря и не веря внезапной радости своей, боясь находки, как потери, что с каждым разом все больней. Какие последние поэтические строки написаны его рукой? Я спрашиваю вдову Твардовского, Марии Ларионны. Осталось у Александра Трифоновича еще много вещей в его рабочем столе. Прежде всего это, конечно, и поэтические вещи, но главным образом это его рабочие тетради за много лет, куда он заносил свои заметки из командировок, из поездок, наброски, черновики даже сохранились там некоторые, черновые наброски стихов. Но первое, что мне удалось собрать после его ухода, вот это книгу листков. Это краткие наброски будущих произведений. Часть этих строк вошла уже в его произведения, но есть много таких, из которых бы получились в дальнейшем стихи. Это писалось, как я понимаю, на календарных листочках, на обрывочках. Да, на разных обрывках, потому что Александр Трифонович, к слову сказать, был очень скуп на бумагу. Он любил превратить, впустить в дело какой-нибудь вот ненужный клочок, этим как бы повысить цену этого клочка бумаги. Ну, прочтите хоть несколько строчек. Чудно. Добираешься долго, с трудом, до. Очевидно, строчка ещё должна быть, найтись. И только начнёшь кое-что понимать, как время уже собирать и вещички. Или вот так, как хочу, не умею. Так, как могу, не хочу. Вот я и состарился. Чудная пора. Это, конечно, тема, которую он отчасти и развил в других стихах. И с улыбкой горькой. Да. Или вот. Это из самых, может быть, последних, потому что почерк уже больной руки. Мне так хорошо здесь по дому и по двору. В затишье, в трудах предосеннего дня, Что самое злобное, самая подлая, Печатная ложь не тревожит меня. Да. Или это тоже, очевидно, из последних, Потому что тема эта развита и уже в законченном стихотворении есть. Что... Ну, это один из вариантов. Что делать, чтобы жить с умом? Со вкусом и охотой. Найти себя в себе самому. Однажды за работой. Ну, вот такие вот наброски. Их больше сотни. Они могли бы составить целую книжечку. Это была бы последняя книжечка Твардосского. Вот кресло, в котором он всегда сидел. И уже тяжело больным, С ногами закутанными пледом. И смотрел в окно, На дорожку своего сада. Я запомнил его таким, Каким видел его здесь, В одну из последних встреч. Он жадно тянулся к миру за окном, Прислушивался к стуку калитки. Не идет ли кто с доброй вестью? Ты дура, смерть! Грозишься людям своей бездонной пустотой, А мы условились, Что будем и за твоею жить чертой. И нашей связанной порокой Мы вместе знаем чудеса. Мы слышим в вечности друг друга. И различаем голоса. И как бы ни был провод тонок, Между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок? Ты подтвердишь мои слова? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому